Итак, в данном видеоуроке мы наконец-то приступаем к интересным таким же функциям JavaScript, а именно к методам alert, conflict и prompt. Каждый из этих методов вызывает всплывающее окно в вашем браузере. И пользователь может определенно реагировать на это окно, то есть нажимать кнопочку подтвердить, вводить числа, буквы и так далее в эти окна. Либо просто в этих окнах может быть какая-то нужная информация для пользователя. Итак, первое, что мы изучим, это метод alert. Вообще в переводе с английского alert означает внимание. И в принципе он абсолютно подходит как название этого метода. То есть действительно это всплывающее окно, которое выводит исключительно какую-то информацию. Там example, или нет, давайте вот так вот сейчас. hello, и поставим, и здесь добавим переменную. Переменная будет у нас человек, к которому мы будем обращаться. К примеру, там person, да. Но мы эту переменную еще не создали, поэтому мы ее сейчас и создадим. bar person равна, там, john, к примеру. Что же у нас получится? У нас выведется всплывающее окно, в котором будет написано hello, john. Обновим нашу страничку. Hello, john. Все правильно. То есть это самый простой такой метод, который используется в языке JavaScript. Очень прикольный. И уже действительно хоть что-то мы создаем. Так, следующий это метод configured. То есть, к примеру, давайте тут напишем. Пишется он так вот. Confirm. В нем записывается какое-то значение. К примеру, are you sure? То есть вы уверены? Да, ну понятно, можно на русском писать, но я уже просто, чтобы не переключаться между клавиатурами, то на английском написал, к примеру. Здесь я это просто сделаю как комментарий, чтобы оно каждый раз у нас не всплывало hello, john, а всплывало уже именно confirm. Итак, обновляем страничку. И у нас появляется are you sure? И здесь у нас как бы спрашивают. Вы уверены? И мы можем нажать отмена, либо окей. Ну, в разных браузерах это может быть по-разному, но в принципе, такое вот окно. Мы нажимаем окей, и у нас больше ничего не происходит, так как мы больше ничего не задали для этого confirm. Но, поскольку мы теперь уже умеем создавать условные операторы, мы просто его запишем, этот confirm, в if. Дальше мы напишем, то есть, если confirm будет верным, то есть мы нажмем окей, тогда мы выведем alert. Давайте вот так вот мы тогда сделаем, тогда мы откроем тут эти кавычки, хоть мы запишем сейчас всего лишь одну строчку кода, тем не менее, мы откроем кавычки, так как потом еще в нее одну строчку кода допишем. Так, а else мы в принципе можем, ну ладно, тоже напишем в принципе alert и выведем person not sure, то есть человек не уверен. Так, теперь смотрим, вот, are you sure? Мы нажмем окей, hello, John, вывелось, то есть все абсолютно правильно. А теперь еще раз обновим страничку, опять вывелось are you sure? Мы нажмем отмена и вывелось person not sure, то есть, как бы мы нажали отмену. Ну, понятно, можно вводить все, что угодно. Вот, так. И третий крутой, действительно крутой метод это prompt. Так, пишем prompt. Prompt, вот. В prompt мы должны указать само сообщение, то есть по типу Hi, what's your name? Типа, привет, как ваше имя. What's your name? Так. Вот. И должны указать, к примеру, переменную. Так, да, и тут мы должны указать переменную. То есть, смотрите, получается prompt, она выведет нам поле для ввода. Вот в виде вот такой всплывающего окна, выведет нам поле для ввода, в котором мы впишем как раз наше имя. Ну, или любое другое там имя. Здесь мы для Person удалим уже значение, а присвоим его прямо вот здесь. То есть, в переменную Person запишется то значение, которое ведет пользователь со всплывающего окна. И потом это имя выведется в всплывающем окне Hello и имя. Ну, или что там вы напишите. Так. Обновляем нашу страничку. Are you sure? Мы нажимаем ОК. Вот. Hi, what's your name? Мы пишем Джон опять. Ну, или давайте уже что-то поинтереснее. Там, Джордж. Так, так, так. Джордж. К примеру. Hello, Джордж. То есть, все абсолютно сработало. Все правильно работает. Так же, так же. Что еще хотел? Ну, к примеру, если вы вводите... Ну, вы можете вводить такие числа, так, что угодно, в принципе. Давайте еще раз. Вот просто. 12 и Hello 12. Да? То есть, это абсолютно нормально. Промпт вводится любые значения. Это цифры, символы, буквы и тому подобное. Вот. И все оно будет потом красиво выводиться. То есть, вот такие три метода. Alert, который вызывает просто всплывающее окно. Confirm, который... Ну, он прямо так и переводится. Подтверждение. То есть, вы подтверждаете, либо не подтверждаете. И последнее, это Prompt. Который выводит на экран поле. Ну, в виде всплывающего окна поле, как мы видели. Которое вы вписываете, что угодно. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...